Добрый вечер, Саш. Да. А-а-ю. Я слушаю, Саш. А я бы хотел поговорить, что ты написал на тему 21 века. Я не знаю, что ты имеешь в виду 21 век. Понимаешь, в чем дело? А если брать православие в широте своей, православие, допустим, по всему миру за 2000 лет, то его православие, понимаешь, уже не существует как такового во всем мире. Само православие осталось. Ну, где? В Греции мы немного видим. А так-то где оно еще? Ну, в наших таких странах, как говорится, постсоветских. А больше его нет нигде православия. В России оно. А то, что в России сегодня происходит лучших времен, по крайней мере, не было за последние тысячи лет. Сейчас не кризис. Сейчас еще идет, еще продолжается, по крайней мере. Ну, вот 20 с лишним лет расцвет православия. Оно, конечно, заканчивается уже, но, по крайней мере, таких лет, вот как они эти были, за 25 их не было никогда. Но. А тут ты будешь говорить, а я неправильно пойму. Ну. Ну. Ишь, аж много стало язычников, а? А как ты хотел язычников? Нам и Христос, и не только язычников. Господь сказал, он не то, что язычников, не так страшны язычники, как, когда он сказал, придут под именем моей лжехристы. Понимаешь, и их будут принимать за истину. Вот смотри, сегодня Сергей Тор, ну, видел наверняка, вот он у него в Сибири. Да. Люди, вот ты понимаешь, они-то принимают его за Бога. Вот где страшно, вот где уже покаясь человеку нельзя, что он ложь принял за истину. А эти неуязычники там можно списать как бы на их молодость еще. То есть люди, как правило, молодые туда, знаешь, такие до 30 лет входят вот в их сообщество. А потом уже люди, горячие свои, люди немного остывают. Парни вот эти резвые, они остывают и как бы понимают, что это, ну, все это неправильно, конечно. Я не вижу большой опасности в этом, как ты думаешь. Я не вижу опасности. Подожди, ты вот пишешь, они тоже самое говорят о христианстве. Да пусть. А что ты переживаешь за это? Тут вот смотри, какой смысл в чем. Господь всегда говорил, понимаешь, еще в Нагорной проповеди. Он учил этих апостолов так. Он как говорил, что вы малое стадо, понимаешь. Мы тем и отличаемся от мира, что нас мало. Вот. Если, вот смотри, я, допустим, с протестантами всевозможными общаюсь, когда, ну, вот с теми же даже не протестантами, а антихристами, вот как свидетели Иеговы там, да, они же ратуют, они радуются тому, что их организация растет постоянно. Там, смотри, они стадионы собирают, миллионные стадионы, там, я не знаю, сотни тысяч людей. К чему вы радуетесь? Я вот с ними общаюсь, допустим. Я говорю, тут радости абсолютно никакой. Христос говорил о малом стаде. Наше стадо должно не то, что оно возрастать, оно должно век от века, год от года уменьшаться, умаляться. То есть, чем меньше людей в каком-то сообществе, это говорит об их качественности. Понимаешь, в чем дело? Да. Христос, когда ходил, он говорил, не хотите ли вы отойти от меня? Со Христом даже люди постоянно не могли ходить. Они, ну, его истину не могли принять, потому что уж слишком сильна была истина. Вот. И сомневались сами апостолы до времени, сомневались. Ну, а это самое, ты говоришь, 63 года, ну, что значит стал язычником? Он что, ходит на эти капища, на собрания, да? Ну, я понимаю, ты, наверное, за него это и тебя поедешь. Поэтому из-за отца ты больше печешься. Ну, я не знаю, как это... Ну, ты сам посмотри статистику. Есть, конечно, там и люди такие совершенно взрослые по годам. Ну, в основной, основная масса, это сам молодежь. С этим ничего ты не сделаешь, пусть оно идёт, как идёт. Это идёт карающая рука Господня. Приближается конец этому миру, а конец он должен прийти именно через таких людей. Я тебе, знаешь, чем могу утешить вот? Единственное, ты вообще в курсе, что в этом Думе сейчас этот пакет, яровой закон приняли? Ты слышишь? Ну, ты знаешь, что он уже работает в полную силу. Вот сейчас все секты, все, как говорится, вот эти организации, все проповеди, они начинают пресекать. Вот буквально за эту неделю там несколько арестов, как говорят, что, короче, адвокатов уже не хватает. Столько людей привлекли за образование вот этих сект и за проповеди. То, что на улице они говорят, я не знаю, а сейчас государство, возможно, само, ну, они сами не понимают. Они, возможно, да, они секты эти поборят и все вот эти новообразования, но потом под это их образование пойдут и православные проповедники, которые всё-таки говорят истину. Я не знаю, ну, зря ты, конечно, за это переживаешь, что Господь, а Отец во Христа не верит вообще никак, да? Не. Ну, и что тогда, какая разница? Какая разница, с кем он будет, разновиром он там будет, язычником таким. Важно, что он во Христа не верит, понимаешь, а без Христа нет спасения, кем бы он там ни был. Какая разница, что он будет простым человеком, не будет верить во Христа или будет он язычником? Я не хочу его вернуть. Вытащить хочешь его? Да. 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 Ничего тебе не получится. У тебя одна есть сила только молиться за него и все, а как ты его оттуда вытащишь? Да. Ну, ничего ты не сделаешь мне это. Понимаешь, это все Господом предначертано, все это описано в Евангелии, все вот эти времена. Ну, конечно, ты, этот пакет, конечно, мой пакет антихриста. Да что, а что не пакет антихриста? Ты сам посмотрел, а сейчас, сейчас ни один, ни один закон, он проб не идет. Я тебе даже больше скажу, не то, что закон, а все мироздание от начала, от создания колеса и до сегодняшних времен, все это, понимаешь, это попущено Богом. А что значит вообще само слово попущено? Это значит, что сатана, князь мира сего, он в этом мире хозяин, понимаешь, он здесь делает все, что хочет. А Господь или попускает ему, или не попускает. Так что, все тут от лукавого, все абсолютно. Если, тут две стороны, если мы идем за Богом, мы идем за сатаной. Вот, если человек не принимает Христа, то это, куда бы он ни шел, это погибнет, если он без Христа. Ну, ты не хочешь, понимаешь, ты об этом рассуждаешь так. Мы каждый о себе должны заботиться. У нас верят, и вообще таких задач мы не ставим, чтобы кого-то спасать. Мы сами себя спасать должны. А глядя на нас, другие будут спасаться. Ты покажи настоящего православного, глядя на тебя, может он и изменится. Такое я тебе придумал. Спаси его от лад, не равно этому. Любить ближнего, это значит принимать его таким, какой он есть, понимаешь. Ты тоже сам придумываешь. Мы, понимаешь, вот смотри. Представляешь, сам Господь, сам Господь твоему отцу не запрещает делать то, что он делает. А ты думаешь, он меньше его любит, чем тебя, или чем ты его любишь. Он одинаково любит, он даже, возможно, больше, чем ты его любит. Понимаешь, он дает ему полную свободу. Он его не ограждает от этого. А ты хочешь его от зла оградить. Любовь к ближнему, это не палки в колеса ему вставлять, а любить, принимать его и терпеть его таким, какой он есть. А кто знает, возможно, через это твоя вера воспитывается. А тебе сейчас сколько лет? Ну, а что ты это самое-то? А он не приходит? Вы с ним не встречаетесь, да? А? Насколько тебя посадят? А? Просто мамно заболел, и Бог каким-то чудом его прислал. Он, наоборот, ушел в 6 лет, ты говоришь. Да. Ну, а ты говоришь, он прислал его как-нибудь чудом. Ну, это не суть вообще, Саш. Да даже вообще не надо касаться этих вопросов. Понимаешь? Не надо, даже размышлять об этом не стоит. Научись любить Господа, и у тебя достаточно будет этого. А то, что кто будет в аду, а кто нет, это нам и размышлять не стоит даже об этом. Мы ничего не знаем, кто куда попадет. Например, сейчас много людей в православии даже, люди, которые себя считают православными. Миллионы, десятки миллионов людей, которые себя считают православными, они не спасутся. А чего уж там рассуждать о большем? Пословица «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих». Да. Ты представь, как ты человека, ты человека даже не сможешь убедить, курить, бросить, понимаешь? А это ты умеешь Христа ему открыть. Как Христу, ты его ничем, его даже Бог не может. Это, знаешь, однажды язычники задали такой вопрос, такой философский вопрос. Может ли Господь создать такой камень, который сам не сможет поднять? И есть такой вопрос простой. Он это сделал. Он сделал человека, понимаешь? Он сделал человека и дал ему полнейшую свободу. И он дал такую свободу, что он не может человеку привить свое. Понимаешь, Господь стоит и стучит в наше сердце, да? Представляешь, он стучится в наше сердце и просится, откройте мне двери сердца вашего, впустите меня. А мы его не впускаем. Ты понимаешь, сам Христос не может там в сердце войти, а ты говоришь, я хочу его привести. Ничего ты не сможешь делать абсолютно. Да и не был он никаким православным. Кто был когда-то православным, он уже, он, значит, был, он не познал, он по названию был православным. Что такое православие? Православных как было мало, а то, что люди называют себя сейчас 80% в России православными, то они никакие не православные. Православные – это отдать, оставить свою жизнь и посвятить себя Богу и людям. Вот кто такие православные. Это кто живут не для себя, а для людей, для Бога. Все, кто не поступают так, они не православные. Что такое православие? Православие – это правильно прославлять Бога. То есть поступать как правильно, как учил Господь. А для этого что надо делать? Для этого нужно, в первую очередь, знать хорошо Евангелие. Евангелие – благою весть, Слово Божие. А кто его читает сейчас? Его сейчас Слово Божие никто не читает, не изучает. Поэтому и тщетно все. Вера, как сказал Христос, – отслышание. Отслышание от Слова Божьего. А ты представь, а люди не хотят слышать Слово Божие. Понимаешь, к нам Христос написал свое письмо, а люди не хотят его читать. О чем тут можно говорить? О какой любви к Богу? Людям нужен какой Бог, который им поможет, понимаешь? Который им поможет в трудностях. А другой Бог, которому нужно что-то отдавать, нести, это, знаешь, это на суде, вот как будет. Люди придут на суде и скажут, да и не твоими ли мы, Господи, не тобой ли мы бесов изгоняли, болезни исцелели. А он скажет, что мы отойдите, я никогда не знал о вас, понимаешь? Потому что люди поступают по своим прихотям, по своей нужде. А для этого нужно, чтобы поступать по Богу, нужно себя вернуться, забыть вообще о себе и жить для других людей. Так сейчас никто не живет. Но есть еще, конечно, единицы в мире людей таких, они остаются, на них и держится весь мир. Как только эти люди пропадут на земле, тогда и закончится жизнь. Потому что незачем просто людям будет жить. Эти люди станут животными. Да. Так что ты об этом не переживай особенно. Саша, у меня, сейчас я его прочитаю, что-то, патриарх Кирилл. Отвратит его, я и сам Кирилла не люблю, да? Мне не нужен его, смотрите, не надо Кирилла, это, в нем истины нету. Он, он абсолютно мирской человек, он Бога и не знает, и не любит. Саша, давай в другой раз, а то у меня трафик кончается. Все, я рад повстречаться. Пиши, если что. Да. Все, давай, давай, с Богом. Да. Спасибо. Давай, давай, дорогой, с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok